Прошу сюда. А, Ирина Олеговна, мое почтение. Вы же меня ради бога извините, что я лично вас не встретил. Вся работа, работа, черт бы я побрал, даже в воскресенье не отпускаю. Да вы не работаете. Ну, вы сказали не работать. Так можно и по миру пойти? Помилуйте по миру, с вашими-то капиталами. По миру можно в круиз лет на пятьсот, со всей семьей в классе люкс. Зачем заваляю? С диктофоном? Ах, вот даже так. Только так. С вами нужно ухо востро. Ну, востро так востро. А я ведь и вас мириться позвал. Разве мы ссорились? Да полно вам. Мы с вами что и делаем по скине лет пять. Ругаемся, да ругаемся. Я с вами не ссорилась никогда. Я делаю свою работу, делаю репортажи, в которых освещаю вашу деятельность. Ну, точнее, ту, которую вы скрываете от общественности. Вы будете меня покупать? Да я уж отчаялся. Правильно отчаялись. Ирина Олеговна, а не заключительно с вами мирное соглашение? То есть, как это? Да понимаете, выборы на носу. А вам хочется во власть? Ну, так что? Будем мириться? Да. А может быть, чайку? Китайский, настоящий. Вы уверены, что вы как любитель оцените. И как вам аромат? Да, кстати, очень даже. Долларов пятьсот за грамм? Ну что вы, тысячу. Попробуйте, вдруг понравится. Ну, давайте, знаете вы мою слабость. Не получится у нас с вами сделка. Потому что не место вам во власти. Время тех, кто покупал все на своем пути, прошло. Девяностое закончились? Ирина, эй, Ирина, вы меня слышите? Если да, то прикройте глаза. Да вы не бойтесь, я вас не отравил. Вы все будете чувствовать и слышать. Только не сможете управлять своим телом, им займутся другие. Я тебе, девочка, предупреждал, ты не послушала. Теперь будем играть по моим правилам. Мы снимем репортаж. Ты же любишь репортажи? Вот так, девочка. А если это до тебя не дойдет, мы снимем вторую, Ирина. Сколько твоей дочери лет? Все готово? Да. Приступайте. Только смотри, чтобы никаких следов насилия. Потом от нее избавишься. Отвезешь подальше и выбросишь. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Москва. Далеко? Двадцать пять километров. Автобус. Скоро? О, детка, утром только. Они тут по три раза ходят. Раньше-то чаще ходили. В Москву. В Москву не поеду. Только до станции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернадского. Убери музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иринка. Привет. Что-то случилось? Ир, что с тобой? Ириш, с тобой все нормально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где она? Там, в душе. В одежде? Классно. Мы ужинать будем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не кусочечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расслабы большинства представительниц прекрасного пола. Но знаете ли вы историю и тайны смысл вещиц, которые надеваете изо дня в день? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браслет. Излюбленный аксессуар множества женщин. Это украшение может эффектно дополнить любой образ, создать настроение и подчеркнуть трав его обладательницы, и быть даже амулетом. Браслет многовик. Это подтверждает тысячелетия его существования. Первые браслеты появились больше, чем два с половиной миллиона лет назад. Их плели из кожи и коры деревьев. Позже, с развитием человеческих способностей и возможностей, сделали из кости, камней и металла. С каждым веком становилось все больше материалов, из которых изготавливали это украшение. Украшение в нынешнем понимании браслета. Изначально браслеты обладали скорее магическим значением. Они защищали от двух, врагов, нахажных болезней. Я есть хочу. Давай, давай, доведи только здесь. Я тебя позову. Если говорить о мировой истории вещи, стоит обратиться к древнему Египту, древней Греции и Римской империи. Сохранившиеся или... На первую, вторую рассчитайся. Какая мордашка. Вот так и поверни. Я ее сейчас поверну. Сколько твоей длительной лет? Ай, я ее четко. Счастье. Счастье. Ты где? Моя счастье. Я ее сейчас... А как диск подкинули? В дверь. Сразу как пришла. И позвонили. Значит, вели до самого дома. Чем она думала? Неужели не понимала, куда едет? Хотя... Это уже не имеет значения. Как она сама-то? Заперлась в комнате. То же дело, дядя Мир. Я могу сказать, что не надо делать. Глупостей. Может, заявление в прокуратуру? Да он за последние 15 лет столько времени провел на допросах. В прокуратуре. Кто? Жив, здоров и на свободе. Тут по-другому надо. Другое решение. Он ведь, когда свою киношку снимал, знал, что делает. Тут к нему не подкопаешься. А начнешь прессинговать эту сволочь. Как бы хуже не было. Мне надо подумать. Думай, дядя Миша. Думай. Ты же все можешь. А если что, там надо, я все оплачу. Помоги. Оплатишь. Оперативные расходы. Здорово. Привет. Че такое? Слышишь, Музыкина, чего ты? Сейчас. Служь меня. Короче, я... Так, тихо, тихо, тихо. Алимов, я попала. Ужасная ситуация. Даже не просто ужасная ситуация. Мне нужен человек, который в состоянии радикально решать вопрос. Насколько радикально? Предельно. Опаньки. Ты в своем уме? Хиллер нужен. Да? Нет, знаешь. Ты не по адресу обратилась. Алимов, перестань. Нет. Ты же, ты мне рассказывал, что у тебя есть такой человек. Ты же мне говорил, что ты кому-то там спасал. В твоей этой, как ее, в Югославии жизнь. Или ты мне врал. Как его звали? Не важно, как его звали. А что твою проблему по-другому? Никак? Понятно. Так, ну я не знаю, как тебе помочь здесь. Ну ты же все можешь, Алимов, ты же все сильный. Ну ты же все можешь. Ну ты же лет пять назад, последний раз. Он может и номер уже сменить. Слава, я умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я прошу тебя, ну сделай хоть что-нибудь. Чего ее матери, я разнесу сейчас эту машину к чертовой матери. Вот такое получается кино, Семен. Что хотят, то и творят. Ни хрена не боятся. Да ты наверняка видел ее репортажи. Режет матку правду. Иру Музыкину. Да, что-то такое слышал. Чем же она ему так насолила-то? Так выборы на носу. Он же во власть рвется, сволочь. Для него и ее репортажи, знаешь, как шило в одном месте. И встать не пойти. Вот и решил ее выбить из седла. И выбил, гаденыш. Ну, а теперь давай без патетики. Зачем ты мне все это рассказываешь? Предлагаешь отработать его, на Рыдьковом пройслить? Да. Смогем? Попробовать можно, если хватит времени. Сколько до выборов? Неделя. Значит, у нас всего дня три-четыре. Материал еще реализовать надо. Ну, и как ты собираешься это оформить? Заказ на кандидата в мэры накануне выборов. Ой. Да знаю я все это, знаю. Ну, что ты мне политез читаешь? А что лучше, если бандиты-насильник во власть придет? Да мало ли их там укормило. Понимаешь, имен? Мне, кроме твоих ребят, это дело и поручить-то некому. Это если ребята согласятся, а если нет? Понимаю. Я думаю, моим всей правды-то знать и не надо. Да, наверное. Сделаем так. Вам приказали, вы работаете. Понимаешь. В случае чего валите все на меня. Добро. Да, вот ищем. На оперативные расходы. Да бери, бери, не свое даю. Когда можете приступить? Уже приступили. Да, вот еще. Я тут кое-что накопал. Угу. Внеклассное чтение. Ага. Почитай на досуге. Задание на кандидата в мэр и даже небольшого городка, да еще накануне выборов. Это ведь заказ должен быть с самого верху. Аглая Ивановна, ты что имеешь в виду? А то я имею в виду. Если на эту веселковую лицензию выдали за неделю до выборов, дело-то серьезное, правильно я понимаю? Правильно, понимаешь. А почему работаем одни? Да потому что, по всей видимости, разработка ведется в темную. Начальство не желает лишний раз светиться. И в случае у него удачи сделает вид, что никакого задания не было. Так, Семен Ефимович? Так. И что из этого следует? А следует из этого то, что нас в очередной раз втягивают в очередной блудняк. Причем за зарплату. Поговорили? А теперь слушайте меня. Работать будете в две машины с мешанными парами. И насчет за зарплату, это на оперативные расходы можете не отчитываться. Ну, кажется, у нас тут... А у плачки не кисло. Ну да, видимо, сильно припорло. А теперь по делу. Вот здесь все материалы по фигуранту. Немедленно ознакомиться. Остальное найдете сами. Это где? В интернете. Сколько у нас времени? Ну, до выборов надо успеть. Дня три, максимум четыре. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас прям А вы не думали, девочка, что вас могут кинуть? Не смей меня называть девочкой Извините Аванс я у вас не возьму, за вас поручился слово Но расходитесь по факту Ну, Гера, я тёща, берите любви Тёща, я, Гера, поняли вас? Тёща, я тёща, я тёща, я тёща, берите любви Прошу к столу Спасибо, Андрей Ну что, клиент? Да ничего, там пока В отделове ходил, видно, в туалет Бодигарте вид безвылазно А ребята-охранники из машины сопровождения по одному Ходили туда к киоску за водичкой Чё-то застрял он там, видимо, вопрос серьёзный Так в этой конторе несерьёзных вопросов не бывает Ну да, не всякому таможня даёт добро Видно, никак к консенсусу прийти не могут А у него точки-то одна круче другой То областная дума, то банк, теперь таможня Да если бы мы начали работать за неделю назад То все его точки знали бы по расписанию Хотя, с другой стороны, какой толк? Ну, был, ну, заходил Имел контакт Ненаказуемо Абсолютно Значит, что надо делать? Рвать дистанцию, идти в клинч Кто мешает? Режимная охрана Оп, а вот и он Иван, а заходил-то он туда с кожаным портфельчиком Так у нас же таможня за добро берёт добром Златом, а не серебром Получили, загрузились, начали движение, принимайте Принято, получили Машинка нехорошая, не нравится мне Думаешь, контрнаблюдение? Да бог его знает Зелёный проходной на светофорчике направо Ну, мой, батя, не с назад я приму Принято, тянулись Это что это мы делаем-то, а? Это что такое? Неужели они нас рисовали? Ой-ёй-ёй Может, просто проверяются на всякий случай? Молодцы Медера я такой большой, мы отойдём ненадолго Добро принимаем, у нас парковочка у ресторана Ну, и куда это мы отойдём? Да хрен мы так на него ещё нароем Надо знать, где и что копать И где ты собираешься копать? Да есть один человечек, ты его знаешь На Петровку, что ли? На неё, родимую Проголодался Чуть недолго они упирались Вот так взять и отпустить, объект без охраны Слабовато он из дисциплины труда Да, видимо, просто знают, что спорить с ним бесполезно И, судя по гримасе пословонных Далеко и надумаем Ну, что, придётся идти? Давай я скажу, родитель Ты? Да Знаешь, что, если появление в таком заведении днём дамы В одиночестве ещё хоть как-то можно объяснить То одинокий чербан будет явно не в кассу Слушай, я тебе всегда хотел задать вопрос Что, прогруз, что ли? Настоящая, настоящая Ну, что? Ну, как я? Соответствую? Ты как дворняжка на собачьей выставке Понимала бы чего Всё, пошла Давай Аккуратней Да, братья и сёстры Задачки вы задаёте Получается, вас на политику кинули С чего ты взял? А с того, что с силков Активный приятный мэр Одного из подмосковных городов Причём шансы не очень приличные Да не, Игорёв Это к нашему делу не имеет никакого отношения Серьез, я бы не пудрю мне мозги, а? Аглая Ивановна, скажи ему Что он мне не жал Моё профессиональное достоинство Мне обидно Ну, что ты, Игорёв Ничего он тебе не пудет Просто у нас задание на этого силкова Заказчик полной информации не дал Всё, ребят, я работаю Серёж на связи Подожди, Ивановна Я вещи соберу Ты ж, получается, заказчик частное лицо Слежка за кандидатом В предвыборный период И вас без лука и соли сожжут И выплюнут Короче, Игорёк Ты помочь можешь или нет? Ну, чё, дать наводочку-то, а? Ну, дай Первое Музыкина, Ирина Олеговна Журналистка, работает в издании Типа московского комсомольца Короче, заходишь и знаешь Она с этим Силковым уже пять лет воюет Правда, если есть у неё жареные факты Вряд ли она тебе их выдаст Потому что дама с гонором И к нашему брату относится с глубоким презрением Ну, понятно Это сразу минус, что ещё? Бецкий, Иван Тоже журналист Вернее, бывший журналист Сейчас больше дома сидит Почему? Потому что инвалид Основное средство перезвижения У неё инвалидная коляска Адрес, телефон есть? Есть Ты ему позвони Если он тебя пошлёт Ты сошлись на меня Я ему вроде в этой жизни Ничего гадкого не сделал Что, тоже не жалуют нашего брата? А кто нас жалует? Понятно А ещё эти данные на телохранителя есть у тебя? Ага Кардин Юрий Васильевич с 70-го года рождения Только это вряд ли чудо даст Он мужик одинокий После его пропажи Никто бисер не метал Ну, понятно Ладно, я пошёл, пока не припахали Я ведь завтрашнего дня в отпуске Чё ты, а? Ладно, могу промолчать Давай, счастливо, Верю Значит, журналист Иван Бецкий Я его люблю Я тебя умоляю И он меня тоже Любит она его Как там этого твоего боксёра? Толик, что ли? Ты понимаешь, что через два года Ему на ринге бошку отшибут И он под себя мочится Только я не замечал, что тебе нравится спать в мокрой постели Перестань, пожалуйста Ты не понимаешь Если он выиграет следующий бой Его пригласят в Европу И мы уедем вместе Ну, это если А если нет? Значит, будет другой бой Он талантливый боксёр У него большое будущее Ты понимаешь, это будущее А ведь я тебе предлагаю Сейчас настоящее Меню, пожалуйста Кофе и какой-нибудь тортик Ещё что-нибудь желаете? Медовик Ни в чём тебя И сразу счёт, я тороплюсь Мне от тебя ничего не надо И вообще Если ты от меня не отстанешь Я не знаю, что я сделаю С кем? Да с собой Тьфу ты, дура Ты понимаешь, что я тебя действительно люблю И готов пойти на любые уступки Это правда? Правда Но только при одном условии В каком? А если он сам на тебя откажется? Нет Если ты задумала его купить Я тебя сразу предупреждаю Ничего не получится Ну, а если всё-таки? Ну, посмотрим Договорились Пока Эй, дядя Тебе чё, мальчик? Да я к тебе Чё хотел? Сейчас узнаешь Эй, стоять Давай, держи его Так Это ты, что ли? Толик? Для кого Толик? Для кого Анатолий Сергеевич Лязов? Что? Без своих громил Слабо? Чё ж слабо? Ну, не слабо Привет Отпустись-ка его, а? Давайте, господи Ну, что ж Давай, Толик Работай Что? Борщи с раковки не учат? В боевых действиях Ты бы уже С Архангелом на бисах Беседовал Ладно Тренируйся Толик Тренируйся Ломба, я теща Все видела Тащи сам Я проводил мальчишку Коша догонит Добро, теща Ломба, принял С Архангелом на бисах А для меня еще на тренировку надо. Я и на метро смогу. Спорткомплекс Динамо, знаете? Значит, тебе нужна компра на Силкова? Ну, типа того. Но она должна быть такой, чтобы его сразу свалить и с дерьмом смешать. А ты кто? На ФСБшника не похож. Они так не работают. Мент? Частный сыщик? Ну, скажем так. Первый с элементами второго. На кого работаю, не знаю. Начальство приказал, вот и копаю. Ко мне кто послал? Игорек Смирнов. С Петровки. А, Игорь. Хороший мужик. И опер классный. Понимаешь, дело в том, что у меня... И с Силковым что-то вроде пакта о ненападении. Он тогда в мусорный бизнес в лес. Решил один лесок снести под свалку. Ну, а я людей организовал. Пикеты в лесу расставили. Бумаги кучу исписали. А чем кончился-то? Ну, что, не видишь, что ли? Только вот, когда я в больнице один валялся, он меня навестил. Лично. Вот тогда мы с ним и поговорили. Хороший мужик, афганец. Ну, и что? Или ты думаешь, я на одну пенсию живу? Есть чем дочке учебу оплатить? Значит, у тебя с ним типа мир. Ну, а за державу не обидно? Я слово дал. Ну, понятно. Мужское слово это... дорогого стоит. Ладно, значит, я впролезь. Субтитры подогнал «Симон» Прощай, бывший журналист Иван Беский. Погоди, ты-то слова не давал. Открой вон ту дверцу. Там под чемоданом нижняя папка. Вы боитесь, что дальше на одну пенсию тоже? Разберутся. Мы с Лариской из одного города еще в школе вместе учились. Я раньше не замечал, но так и на девчонок особо внимания много не обращал. Все, времени не было. Тренировки, тренировки. Потом меня в Москву забрали. Сборы, тренировки, соревнования. А потом, полгода назад, я с ней случайно в городе столкнулся. Она уже год как в кабаке здесь танцует. Я ее увидел, словно током ударила. Влюбился по уши, и она у меня тоже. А потом оказалось, что за ней этот папик ухлестывает. Подарком ее задаривает. Хату ей снимает. Мы здесь с Лариской поговорили на эту тему, а она решила от нее уйти. Да видно, он крепко к нее вцепился. Ну, может, у него тоже любовь. Этот козел не может любить. Он может только трахать. Потом, как надоест, выбросить. Ладно, проехали. Ты что собираешься делать? Не знаю. Завалю этого гада. Ты уже пробовал. Я ее пробовал убить, а не валить. Ладно, спасибо, что подвезли. Мне пора на тренировку. Счастливо. Да погоди ты, муж звонит. Слушаю. У тебя все в порядке? Я уже взрослая девочка и сама разберусь, ясно? И что, я рядом. Все, пока давай, не до тебя. Сурово. Большего не стоит. Ну, а что ж ты его не бросишь, если он такой непутевый? Жалко. А дети? Не сподобил Господь. А что за мальчика-то чуть не убил, а? Этот мальчик главный претендент на кубок по боксу. Слушай, да ты прямо на супермен. Иди ко мне. Угу, разбежалась. Да что ж такое сегодня за день, а? Таможне добро не дает. Комитет по строительству разрешения ты не даешь. А что машина-то села? Я же тебя не спрашиваю, с какой цели ты выставил водителей и охранников. Обычная желатная страсть. Мышленный инстинкт. Алло. Да, я в городе. Это срочно. Извини, мне нужно ехать. Работа. Да не вопрос. Тебя в какую сторону? В сторону Красногорска. К сожалению, не по пути. Я сама. Пока-пока. Пока. Леша, поехали. Стоп. Мишка, отдохни. Ты в любители, там зарплата стабильная и нагрузки поменьше. Сколько по морде получил, столько и в кассе. Не твое это? Мое. Ну тогда прошу на ринг. И если ты Мишку к концу раунда хотя бы по очкам не сделаешь, о завтрашнем бое можешь забыть. Незаменимых у нас нет. Пошел. Оп. Начали. Что вылупился? Ага. Ну еще где я там в моем хожу? Вон видишь, он тот теплоходик. Это что, теплоход что ли? Интересно, что они там делали-то? Сказал, что срочная встреча. В крыках по делу. Ну, что-то не похоже. Скорее там какая-нибудь приватная вечеринка. Слушай, а чем тебя тащил из машины-то? Че-че, овладеть пытался. Только наткнулся на жесткую оборону. А потом стал давить на жалосты, прикинь. Типа, дай пожалуйста. Да на пожалуйста, что ли? Ну, что типа-то. А это, будешь водой? Да нет, спасибо. А я как Москва, слезам не верю. Алло. Да мы на берегу. На каком-каком, не морском, к сожалению. По Дмитровке. Километров тридцать. Я в клуб. Да-да-да, там направо и до конца. Объект, ну, метрах-тагов двухста, наверное. Че делать? Да пес узнает, что он там делает. Хорошо, ждем. Че твой? Курбаши икру мечет. Звонил уже. Нарыл вроде там что-то. Слушай, я подремлю пока. Все равно засвечу. Давай, давай, конечно. Ну, что там у тебя? Да и что. Обычная рутина. Сводки как сводки. А чего ты хочешь с такими исходными данными в первый день? Ребята работают хорошо, но они не волшебники. Чудес творить не умеют. Что там? Интересная папочка. Ну, даже на скидку и видно, что человек, собиравший ее, знал, что и где копать. И копал, надо сказать, основательно. Тут целый букет. И финансовые пирамиды, и торговля оружием, наркотики, контрабандов. И что из этого нам может пригодиться? Да ты знаешь, к сожалению, ничего. Многие документы сегодня уже не актуальны, а те, которые сохранились, требуют доработки. Ну, так надо доработать. Ну, это все слова. Скоро выборы. А мы в цейкноте. Ну, кое-что можно передать в прокуратуру. Ну, например. Ну, вот дело о финансовой пирамиде, рухнувшей 15 лет назад. Вместе с деньгами вкладчиков. Да посмотри, какие суммы, какие имена. Вот если можно было доказать его причастность к этой финансовой пирамиде. А ее можно доказать? Доказательная база слабовата. А что надо сделать, что где хватило? Подпись главного бухгалтера. Ну? И подставного директора. Который, кстати говоря, единственный и сил. Ну, вот. Надо найти его и поговорить с ним проще простого. Да? Да. Какой ты умный. Думаешь, с ним больше никто, кроме нас, уже не говорил? Да дело в том, что я уверен, он даже не знает истинных хозяев. А бухгалтер? А вот бухгалтер может знать. Но он сразу же куда-то исчез после того, как пирамида рухнула. Так что, Сенечка, нам с тобой от этих документов ни холодно, ни жарко. Ну, все, работать будем. Да, кстати, а где твои ребята? Детки. Работают. Субтитры создавал Детки. Субтитры создавал DimaTorzok Че там? Да не знаю, может показалось. Мужики, слушайте. Ну, че тут? Да вот его машина, а с вами в метрах 700 на теплоходе плавает. Слушайте, сдается, мы ж зря он сосисиживали. Даже если он сойдет на берег, то все равно поедет домой спать. Чего я нам советую? Сейчас. Как это спать? Лежа, дома, в родимой кроватке с любимым мужчиной. Макс, у тебя ведь тоже молодая жена, ну скажи ты ему, а? Не поймет. А может он сова? И как раз вот под покровом ночи совершает свои темные делишки. И вот там вот сейчас, в 700 метрах, задумывает свое очередное зловещее преступление. А что мы можем сделать? Ты в платьку нужно направиться, а? Всегда любил ночное купание. Ты че, я ж пошутила. А я вполне серьезно. Не дури. У меня второй разряд по плаванию. Правда, юношеский. Ты че, с ума сошел что ли, Макс? Ну скажи что-нибудь, а? А вода, наверное, холодная. Ничего. У меня вон допинг есть. Ща приму и жди меня, я вернусь. Жалко. Аппаратуру с собой взять нельзя. Намокнет. Может, лодку как-нибудь найти? Все, ладно, кончите базар. Я пошел. Ты тебя в таких труселях фейс-контре вы мне пропустили. Ой, ну, Серег. Ой, блин. Отвернись. Ты можешь отвернуться? Отвернись. 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 Значит, ты уверен, что никакого вроса, серьезного компромата в себя не будет? Уверен. То, кто мог слить кое-какую информацию, нейтрализован тем или иным способом. Так что с этим все нормально. А эта журналистка, как ее? И она тоже. Да ну, столько лет к ней подходил, ничего не получалось. А сейчас вдруг все хорошо. Подход нашел. Ну, смотри, Вить, сам знаешь, сколько в тебя вложено. Этот городишко должен быть наш, любой ценой. Ну, там же неча черта. Я понимаю, что рядом со столицей зеленая зона. Ну, там, куда ни плюнь, везде федеральная собственность. А тут и оно, что федеральная собственность. Ладно, сейчас скажу. Теперь тебе можно. В следующем году правительство собирается реализовывать программы по организации нескольких центров наноиндустрии. Что-то вроде городов будущего. А, это типа как в Америке Силиконовая долина? Правильно. Только об этом знает очень ограниченный круг людей. Представляешь, какие деньги туда хлынут? А что у тебя с электоратом? Ну, поработал немножко. Пришлось, конечно, пойти на то и какие расходы. Но я думаю, что 50% победы железно обеспечено. Слушай, мало. Мы не можем так рисковать. Ну, я понимаю. Пришлось пойти на дополнительные расходы, поработать членами избирательной комиссии. Но зато они теперь вот где у меня. Что? Все. А вот здесь полный отчет по избирательной комиссии. Кому, когда и сколько. Эти подарки. Единственное, это заинтересно. Судя, я сказал! Опался! Это что такое? Ты откуда? Да откуда и ты, как сам? Спасибо. Хреново, воды нахлебался. Гады, чуть не задушили. Мы где? Да видно, течением снесло. Надо скорее идти, а то к утру соплями будем булькать. Да ладно, сейчас поправимся. Ага. Это не зря сплавали-то? Да есть, коли чего. Только не знаю, куда это применить. Ну, что куда? Наверное, туда. Пойдем. 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 Продолжение следует... Только вот что с ней делать? Ну, это уж пусть начальство решает. Можно в прессу слить, шумиха будет. Да ни хрена не будет. Без серьезных доказательств это все так кляуза. СМИ сейчас, прежде чем тявкнуть, обкладываются очень серьезной доказательной базой. И вот если бы флешку достать, вот это была бы бомба. А так, патрон и тот холостой. А в папочке, то, что я вчера притащил, есть что-нибудь интересное? Это интересное, это и есть, только, знаешь, из той же оперы. Голые факты и никаких улик. Так, зацепиться, конечно, можно, но эта работа больше для оперов. А мы с тобой топтуны. Понятно. Орелом не вышли. Нет, тут просто нужны другие мозги. Понимаешь, Сережа? У каждого своя работа. Кесарев, кесарев, а слесарев, слесарев. Ну, хорошо, если мы не можем привлечь чужих оперов, давайте привлечем своих. И про своего друга Симонова. Ну, а что, Игорек классный опыт. Кстати, Мобецкого это он мне навел. Дадите папочку, показывайте ему. Ну, давай, покажи. Здесь копии. А, ребятам? Спать по очереди. Докладывать каждые два часа. Хорошо. Валерик, ну, перестань. Ты что, встал уже? А я с первыми петухами на ногах. Иванна. Здрасте. Слушай, так ведь и родить можно. Сколько время? Ты мне полтора часа назад говорила, что почти уже готова. Правда, что ли? Не помню. А, Валерик где? А, Валерик, на кухне готовить завтрак на две персоны. Смотри. Кофе пьете? Я, Валерочка, последние лет десять по утрам, кроме травяного отвара, вообще ничего не пью. Так я чай заварю, китайский. Китайский давай. Мерси, Ваншер. А, Валера, и вот это все отнеси на кухню. Она у нас очень избалованная барышня. Ну, Иванна, я его к этому целых два месяца приучаю. А ты взяла вот так вот все воспитание сразу на смарку. Мужики где? Мужики работают. Сережа звонил, встречаемся через час. Алла Ивановна, а вы как сегодня? Допоздно собираетесь? А кто знает, Валерочка? А у тебя какие-то планы? Просто сегодня одно мероприятие намечается для своих. Вот хотел Катерину пригласить. Я боюсь, что тебе придется коротать время в одиночестве. Сжаль, там интересно будет. Где это интересно будет? С кем? Валерику вечером без тебя. А вот это неправда. Валерику без меня интересно не бывает. Правда, Моншер? Да, Мошери. Правда, неправда, а нам пора на работу. Вот это очень прикольная штука. Вперед. Привет. Ну, скажи мне, Сереж, с каких яиц мне такая радость вылупилась? Срочно понадобились твои мозги. Шеф дал доброму прилечению тебя в качестве консультанта. Серега, это у тебя шеф, а мне он отставной козы барабанщик. Хотя мужик хороший. Чего у вас? Давай быстрее, пока моя Маринка не вышла. Так ты что здесь, со всей фамилией, что ли? А что я, по своей воле, что ли, в эту кулах уснулся? Сезонные скидки, мать их. Так что, лови момент. Че это? Материалы, которые твой бедский нарыл на Силкова. А че он их сам не реализовал? Ну, у них с Силковым мир. Ну, скажем так, даже не мир, а пакт о ненападении. Ты знаешь, как он ноги потерял? Мы пытались на Силкова к этому делу привязать, да? Без мазы. А, ребят? Вот. И здесь. Фактов выше крыши, а доказательной базы никакой. А че от меня надо? Ну, глянь ты свежим глазом. Ну, может, через засыпешь. У вас же оперот, все равно мозги по-другому заточены. Ну? Ща погляжу. Седай в кофешку, возьми пивка. Вот щас точно в глаз получишь. Ты че? Минуточку. Что, старые знакомые? В Барси я точно, мать их. Для них здесь колондайк, в охоту моря. Ладно. Бывай. Я позвоню. Рота подъем! Че так громко-то? Идти ж нельзя, что ли? Дорогой, проснись, пожалуйста. Дорогой, проснись, пожалуйста, и крути баранку, а? Куда? Куда, куда? На работу! Толя, полегче. Толик, давай! Легче, я сказал. У тебя бой сегодня, забыл? Давай, давай. Толь, давай, сделай. Один есть. Брейк, брейк, брейк! Оставь! Хорошо. Ну, ничего себе, пульс почти в норме. Ну, ты даешь. Что с тобой? Я просто подумал над нашим вчерашним разговором. Ну, и что надумал? Вы правы. На первом месте работа, а баба и все остальное, это потом. Привет. Как вы меня нашли? Тоже мне наш трендрежедент. Ты что думаешь, я тебя в Москве не могу найти? Да ты расслабься, у меня к тебе дела. Какие у нас с вами могут быть дела? У нас с тобой одно дело, точнее, одна баба. Давай поговорим по-мужски, а не как истеричные бабы. Думаете, получится? Уверен. К тому же я Ларисе обещал. Я умею проигрывать, если что, отвалил. Давай-ка, садись, пообщаемся. Давай. Что вы предлагаете? Ну, что ж я тебе могу предложить против твоей молодости? Конечно, материальное благо. Покупать будете? Ну, не убивать же тебя. Давай, выкину. Ведешь в машину? Твоя. Там, в бардачке, документы на однокомнатную квартиру на юго-западе. Тоже твоя. Примешь предложение, назад пути не будет, не пожалею. Откажешься? Как обещал, уйду в сторону. У тебя сегодня бой. Ответ дашь после боя. Снял? Так точно. А я записал. Противно, конечно. Но ничего не подрелаешь. Да, давайте я ей тоже. Значит так, что мы имеем. Есть информация, что наш фигурант собирается потасовать выборы мэра в одном подмосковном городе, куда в скором времени хлынут государственные деньги. Также есть некая структура в лице мордатого буржуя, который собирается его в это кресло посадить. А что за структура? Не знаю. И есть некая флешка, в которой записана полная информация по данной операции. Флешку клиент носит постоянно с собой, что исключает малейшую возможность захвата. Захват кого? Флешки, разумеется. Хотя это была бы реальная возможность получить офигенный компромат. А если еще девушка Лариса, она любит другого, и этим можно воспользоваться. Как? Девушки ради спасения любви иногда готовы даже на подлости. А все даст? Ну и что? Мы либо успеваем до выборов, либо не успеваем. Можно попробовать. Вот. Вот мы, Аглая Ивана, с тобой попробуем. Только вы это, не вздумайте ее грузить по линии гражданской сознательности. Без тебя разберемся. Так, где хозяин Флешкин? Не разберетесь. Тоже мне вопрос. Алло. Привет. Узнал? Не узнал. А мог бы и соврать. Катерина. Видимо, не выйти мне богатой. Я соскучился. Даже так? Ну, я не могу сказать, что соскучилась, но, в принципе, встретиться можно. А ты сейчас где? Где я? В центре. А, подберешь меня? С удовольствием. А где? На том же месте. Окей, договорились. Скоро буду. Ть, кобелина. Ты там только не балуйся. Тебя больше беспокоит мой моральный облик или интерес к делу? Конечно, интерес к делу. Где искать девчонку? Я в курсе. Ладно. Аглаева, пойдем. Пойдем. Только еще ко мне заедем. Там собака одна. Всегда опаздываешь? Только к дамам. И что, мы заслужили такую немилость? Да знаешь, как-то в юности прождал одну девчонку три часа под дождем. Простудился так, что чуть не умер. Так вот, с тех пор так и опаздываю. Видно, что-то подсознание отложилось. А у меня наоборот. Тоже в юности. Как-то опоздала на свидание, а мальчишка не дождался. С тех пор, как не стараюсь опоздать, всегда прихожу вовремя. Какие планы? Да никаких. Я, как свободный художник, имею завидную возможность планировать свою жизнь по своему усмотрению. Ты знаешь, тебе даже можно позавидовать. Предлагаю следующую программу. У меня здесь фазенды в серебряном бороде. Предлагаю поехать туда. Обещаю, что приставать не буду. Хм, чем же мы тогда с тобой заниматься будем? Да нужно немножко поработать, сделав пару важных звонков. А ты займешь себя чем-нибудь. Там есть кинотеатр, бассейн. А вечером мы съездим с тобой в одно интересное место. Ты ж бокс любишь. Видела пару раз по телеку. Там мероприятие для избранных. Ты что, избранный, что ли? Да, надеюсь, скоро буду. В смысле? Приедем. Я тебе все расскажу, объясню. Договорились. Здравствуйте. Лариса? Да, а что вам нужно? Присядьте, поговорить надо. А вы кто? Мы из милиции, присаживайтесь. А что случилось? Что-нибудь с Толиком? С Толиком ничего, но поговорить надо. А это надолго? Мне еще домой надо, в Чертаново. У меня вечером выступление, я отдохнуть хочу. Заодно и подвезем. Так что с Толиком? Я так понимаю, Толик это… Это мой жених, он боксер. Хороший боксер? Да, очень талантливый, так все говорят. Бокс – опасный вид спорта. Запросто можно зрения лишиться. Где ты это видел? Нет, нас интересует другой ваш знакомый. Кто? Силков. Виктор? Зачем он вам? А вы считаете, что у нас нет оснований им заниматься? Я не знаю, наверное, и есть. Только я вам вряд ли здесь могу чем-то помочь. А вот это, девонька, как посмотреть? Или как захотеть? Только мне сдается, что тебе это надо больше, чем нам. Красиво. Ну, пойдем, покажу. Ну что, располагайся, осматривай себя и ничего не бойся. Ты здесь в полной безопасности. А что, есть основания? Враги? Завистники? И тех, и тех хватает. Ладно. Я пойду поработаю наверх. Если что, я наверху. Кинотеатр прямо. Бассейн налево, если там найдешь себе купальник. А я часика два поработаю. Потом пообедаю. А если я вдруг ранчей захочу? Ну, кухню найдешь сама. А если ты прикладешься... Не курю, хотя прикурить дай тогда. Чё там? Да не мечи ты икру, всё уже решено. Я вчера шефу разговаривал. Ему виние. Представляешь, какая там перспектива? Вам сюда нельзя. Идите вниз. Да успокойтесь со своими выборами. Точнее, с моими. Всё под контролем. Тихо. Ты кто? Опер. Очень хорошо. С какой целью пасёте? Не знаю, приказали пасём. Сколько вас? Один, сейчас мина приведет. Хорошо. А ну глянь, что там у тебя. Всё-таки я не понимаю, чего вы от меня хотите. Филков очень опасен, и вы прекрасно понимаете, что такие люди не останавливаются ни перед чем. Ну я, конечно, догадывалась, что Виктор занимается не вполне законным бизнесом. Но кто им не занимается? Вы знаете, какие сейчас налоги? Знаем. Платим манер общим. Но его бизнес нас не интересует. А вы знаете, что должно произойти с ним в ближайшие выходные? Знаю. Виктор будет баллотироваться на пост мэра где-то в Подмосковье. Где точно не знаю, не интересовалась. А то, что он собирается подтасовать результаты выборов, вы тоже знаете? А мне-то что? А носить цацкие шмотки, купленные на деньги, нажитые преступным путём и подаренные преступникам, не? Совесть не мучает? А вы что, завидуете? Или ревнует? Так это не я ревную. Это Силков ревнует. А для него жизнь человека ничего не значит. Ты знаешь, что он может сделать своим Толиком, дура? Подожди, Серёга. Извини, Лариса. Ну помоги нам. У Силкова есть флешка, на которой написана вся информация по этим выборам. Он носит её на связке ключей. Вот нам нужна эта флешка. Ничем помочь не могу. Я могу идти? Дело ваше. И можете не волноваться, о нашем разговоре никто не узнает. Ну не умей её вербовать агентуру. Не умею. Ну что теперь? Прав был вечный, для этого другие мозги нужны. Только почему-то у одних людей они черепом прикрыты, мозги, а у других штанами. Ну и куда сейчас? Ко мне. Собака уже двое суток не кормлена. Ой. Походу мужик-то он нормальный. Иначе давно бы уже закопал этого Толика где-нибудь в ближайшем Подмосковье. Или в дальнем Подмосковье. Я-то чё такой? Твою собачью мать и бабку! Ой, как проголодалась. Маська, ты... А ну иди сюда, за душу гадю, мерзавка! Эй, подожди, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди ты, ты шо, не понимаешь, что эти маленькие собачки вообще одиночество не переносят? Видишь, как она загрустила? Грустят обычной мордой в подушку. А ну вылазь оттуда! Мадахарь, иди на место, сука! Ты пожрать дай. Тебя оставь без еды на такое время. Ты ещё ботинки, носки жрать будешь. Иди, иди что-нибудь приготовь. Ты не трогай-то, я это уберу сам. Маленький, иди сюда Иди, жри, живоглотина Сейчас, иди, жри Ты сюда принеси, видишь, себя на нерву, собачка Маленький А морда не треснет? Пускай все ниже и ниже Уже собак обслуживать начал На Маленький, маленький, на На, моя полюсия Да, Игорек Да, слушаю Ну, что, есть что-нибудь интересное? Как понять? Ну, как есть, так и говори В смысле надо видеть? Что, читать, что ли, разучился? Ладно, я понял, сейчас подъедем Что там? Да Игорек Симонов звонил Я ему с утра с благословения шефа Папочку нашу дал Ну, так, чтобы он свежим глазом окинул Так вот, говорит, что усмотрел Что-то интересное Предлагает вместе полюбоваться Поехали, полюбуемся Поехали Вот скажи, что вот это сия значит? А это значит, я не хочу быть одна Возьмите меня с собой Ой, ладно Иди сюда Ну, смотри Будешь мешаться Высажу, понятно? Пошли Ну, и что я здесь должен увидеть? Почитай, читай Игорь, я тебе говорю Я цифры как свинья в апельсинах Фамилию бухгалтера, читай его Ну, Правдин, Валерий Валь... Ну, откладбище ввел и упустил, да? Ну, было дело Думаешь, это он? Да сто процентов Название пирамиды совпадает И даты, да вообще все Ну, где теперь искать его Этого Правдина? Игорь, мозги мне не крути Я твою дезу по поводу того, что ты его упустил Почти схавал Когда догадался-то? Да только что Когда ты его фамилию прочитал У тебя тебя всю рожу перекосило Учись работать, салага Да ладно вам, ну, было, ну, грешен Ну, кстати, причин для того, чтобы его не сдавать Было очень много И они были очень уважительны Ладно Расслабился Я сам, когда его дело прочитал Тоже симпатии к нему проникся Уж больно он ловко их кинул Ребят, вы по-русски разговариваете можете? Длинные истории вам потом расскажу Спасибо, Игорь Ребен Цветы и конфеты не пью Ну, это как полагается Может, с нами прокачиваешься, нет? Ты у моей Мариньки спросил? Нет, это уж не надо Я жить хочу И вообще, Серега Если бы ты хоть раз это дело прочитал Сам бы все понял Бывайте Мышки наружки Кесарево, слесарево, слесарево Ну, не опер я, не опер Спокойно, Матахари Тихо сиди А ведь я знал, что эти документики Рано или поздно выстрелят Еще как выстрелят Тут ведь про этого гада все написано Все доверенности, расписки Сальдо с бульдой Дебит, кредит Не отвертятся Эх, дядя Валера Дядя Валера А что ты раньше-то этот материал мариновал? Видишь ли, дорогой мой человек Тут ведь На каждом документике И моя подпись стоит Ну, допустим, даже и отправил бы их куда-нибудь Ну и что? Да их тут же бы похерили Вот и таил до поры до времени Так сейчас нет никакой гарантии, что их не похерят Э, нет Раз ты Сам за ними пришел Значит и время пришло Знаешь, я бы Кому другому и не отдал А тебе отдам Только просьба у меня к тебе Зарой эту падлу так Чтоб он больше никогда не откопался А материальчик-то потянет? Материальчик потянет На десять пожизненных И на пять вышаков А если это упадет В прессу Или в этот, как его В интернет То этого гада Через 24 часа Порвут на ироблик на китайский Ты знаешь, кого он кинул? Абор Они и сейчас сидят на самых высотах Такое не прощают Папа, а можно мы до магазина и обратно сбегаем? Я ей колбасы куплю Она такая классная Пашка, не надо А то привыкнем А у меня зарплата маленькая Вы так далеко не убегайте, мы уж скоро поедем Как дети-то? Хорошие дети Учителя хвалят Особенно Верку Послали в лагерь для особо одаренных детей Слушай, а может Пойдем По рюмашке-то хлопнем А? Не могу, дядя Валер Извини, работаю Мне твою папочку еще пристроить надо А времени мало Да понимаю, понимаю Ладно, спасибо тебе Ну, бывай Если что Милос спросим Все непременно Счастливо Давай Харя Так Есть, с чем к начальству идти Молодцы Откуда дровишки, если не секрет? Работаем, Семен Ефимович Да Игорек Симонов помог Ага Теперь он с нас имеет Ну Это он, Сережа, с тебя имеет Так что сам и разбирайся Ну, а я-то хоть спасибо заслужил Ты че, Сереж Совсем с катушек слетел? За то, что ты хорошо делаешь То, что ты обязан делать Ты еще и спасибо хочешь? А что, денежные знаки В качестве благодарности Уже не канают? Ну, так всегда Сделаешь доброе дело А благодарность в кассе Ну да, для тебя это новость, да? Так, ну что Пора заканчивать эту канитель Вряд ли что-то Более серьезное накопаем А Катерина как же? Она же до сих пор с этим Силковым Надо ее выводить из операции Ну, подождите, подождите Свяжетесь с Ламомбой И прикроете отход Ну, а если она эту флешку нароет? Действительно, Семен Ну, вдруг Это ж бомба посильнее, чем эти бумажки будет Я сказал, хватит Мы и так сделали больше, чем могли Материалов достаточно Так что Выводить На бараночку К тому же, кто-то на нашего подопечного охоту открыл Это как? А вот так Самедов расскажет Все выполнять Товарищ полковник По-моему, есть контакт Добро, еду Толя! У тебя телефон отключен Привет Привет Батарейка села Ты же на работе должна быть Я отпросилась, тебя увидеть хотела Зачем? Говорите О чем? О нас У нас с Виктором вчера был очень серьезный разговор Давай после боя поговорим Ну, сейчас массаж, разминка Откуда у тебя такая машина? Я же сказал, давай после боя Пока Это тебе Ничего себе Ничего себе Крутые сережки Что-то не так? Да вот интересно, сколько твоих бабок до меня носило Честно признаюсь, не одна Ты первая Купила одной подруге Она себя неправильно повела Вот и понял, что ей жирно будет А я, значит, правильно себя веду Ты в ней конкуренция Слушай, я вот думаю Вообще, на кой черт я тебе нужна, а? Как любовница Так ведь молодых с упругими попками вокруг вон сколько Да упругих попок-то полно Да проблема в том, что попки-то упругие А вот мозги мягкие А вот мозги мягкие А у меня, значит, наоборот Не успел проверить А надо ли? Да черт его знает Может, и не надо Но только чувствую, что ты хорошая баба И мне с тобой комфортно Может, поработаешь у меня секретарем А там Нравится, не нравится Разберемся Я подумаю Ну, спасибо Спасибо Проходите Вот что? Я сейчас Ну, ладно, подумай Ну, и дети друг другу морды бьют Пойдем, покажу Здравствуйте Проходите, пожалуйста Здравствуйте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и что у тебя стряслось? Да сам не знаю Подошел ко мне какой-то мужик Отключил, потом включил И стал вопрос кисть задавать А что за мужик? А я знаю Ну, очень серьезно Я даже вякнуть не успел А что он у тебя спрашивал? Да все спрашивал Откуда я здесь? Зачем я здесь? Кого пасу? Ну, и что ты ему сказал? Да все сказал Ты бы тоже сказал У него в глазах смерть Правда Ну, а потом что? Не помню Может, ФСБ? Да, не Если бы ФСБ уже давно Вечно удернули на ковер Слушайте, хорош гадать, что и как Надо вон Катерину оттуда выводить Звони Телефон включила Чтобы на звонке не засветиться Надо как-то попасть туда Вещи какие-то Фейс-контроль А главное, вход закрыт Я проверю Что будем делать? Опа-на О, я знаю, кто нам поможет Валер Валера Здорово А вы что здесь? Работаем Привет Катерина с вами? Нет, она там Не понял Валер, не надо ничего понимать Мне надо просто пройти туда И вытащить Катерину Можешь составить протекцию? Пойдем Здравствуйте Ребята, это со мной Извините, вы не могли бы привезти меня туда? Мне очень нужно К нему? К ним Валер, ты что-то говорил, что можно сделать два приглашения Пойдем Пошли Спасибо Здравствуйте Ну и так после этого совпадения не верить Не знаю А где это, Сушина? Чего? Собака, говорю, где? Не знаю Там, наверное Подожди секундочку Я сейчас Привет Здрасьте, девушка Привет И зачем здесь? Виктор, нам нужно с тобой поговорить Ты откуда здесь? Может, ты мне объяснишь, откуда ты здесь? Ну что, молчишь? Я слушаю Знакомьтесь Катерина Мой новый секреттор А это Валерий Просто Валерий Он меня сюда провел Стой здесь Михалыч Включай от Винска, дай Валерий Валерий Бери ее и немедленно уходите Почему? Раз и закончил Немедленно уходите Это приказ Приветствую Разошлись Фокс Я все знаю Ты меня осуждаешь Нет У нас был уговор Ты его честно Выполни Как ты не поймешь Недостоин он тебя Ну, недостоин Пойми ты это Теперь понимаю Благодаря тебе Спасибо Я хочу тебя Прямо сейчас Я хочу Все, уходим. Да что случилось-то, а? Ничего не случилось, просто мы закончили работать. Но я-то не закончила, я видела флешку. Катя, мы закончили работать. Приказ вечного. Все, поконим. Собака внутри. Блин. Господа бога, найду, задавлю. Так, все, Валера, уезжайте. Макс, Ивановна, ждите меня. Давай, давай. Поехали. Я поеду, Валерий. Я дам команду, тебе отвезу. Не надо, я на такси, пока. Я тебе говорил. Девять, десять, нокаут. Ну все, подойди. Матахари. Матахари. Ах, вот ты. Это ваше? Ну я тебе сейчас. Не ругайте ее, она и так напугана. Ну что, решила свои проблемы? Пойдемте. Пойдем. А как ее зовут? Матахари. Тебе куда? Да я на такси. Макс. Да. Отвезешь, куда скажет? А если она скажет, Валерий Кавказ? Не скажу, мне в Ширтанову. Ладно, все, разбежали, завтра на базе. Мать, иди сюда. Иди сюда. Озел. Толик. Поговорим? О чем? Я все знаю и не осуждаю тебя. Что ты знаешь? Да все. И про машину эту, и про квартиру. В общем, не о чем нам с тобой говорить, Толик. Ты поступил так, как посчитал нужным. Я рада за тебя. Прощай. Хорошая девка, да видать счастья своего, еще не нашла. А ну-ка, стой. Ленька. Не понял. Ты где это взяла? Шпионка, а? А ты говорил, счастья нет. Поехали. Давай. Мы ведем наш репортаж от здания генеральной прокуратуры. С минуты на минуту здесь появится известный политик и бизнесмен, господин Силков, в сопровождении своего адвоката. Напоминаем, что вчера за день до выборов кандидатуру Силкова в мэра одного из подмосковных городов была снята Центр-избиркомом. Сегодня господин Силков вызван на допрос в генпрокуратуру. Это же твой Виктор. Привет, командир. Привет, здрасте. Давно не виделись. Давно. Зачем пришел? Вопрос один есть. Спрашивай. Юрика Хардина, помнишь? Он у тебя работал. Что тебя интересует? Да что ты его? Он же тебя в паншире жить спас. Да он спас. А здесь чуть не утопил. Я тысячу раз поживел, что его взял. Все честно жить хотел. По закону. Ты пробовал жить по закону? Не пробовал. А ты? Сколько у меня времени. Ум. По сообщению пресс-службы областного избиркома, известный бизнесмен Виктор Силков покончил жизнь самоубийством. Напоминаем, что в ближайшее воскресенье он должен был баллотироваться на пост главы городской администрации подмосковного города. Но за день до выборов кандидатура Силкова была снята. Генпрокуратура начала масштабную проверку по вновь вскрывшимся фактам. Привет. Это ему. Не могу. Он просил передать, что ты ему ничего не должна. И волки и овцы. Что? И вечная память. Смотрите. Девушки отдыхают.